Привет, ребята! Сейчас у нас начинается прямой эфир с обзором мнения на фильм «Довод». И я просто страшно волнуюсь по двум причинам. Потому что, первое, я обожаю кино, и мне всегда хотелось делать обзоры на фильмы, но мне всегда казалось, что я недостаточно насмотрена, недостаточно там что-то. Но, тем не менее, я наконец-то решаюсь просто делать обзоры, где я буду просто рассказывать своё мнение на кино. И мне кажется, это на самом деле то, зачем мы и смотрим какие-то рецензии и обзоры, когда нам с каким-то человеком, с которым совпадает наше видение или мнение, просто хочется обсудить этот фильм и смотреть такие обзоры. Это в том числе и возможность с кем-то виртуально обсудить кино. У меня большая просьба к тем, кто уже зашёл. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь название этого эфира, обзор со спойлерами двоеточия «Довод», давайте назовём его так, чтобы люди супер... Так, креплю комментарий. Чтобы люди... Спасибо большое, что супербыстро отозвались. Чтобы люди, которые заходят на эфир чуть позже, могли бы сразу же видеть, что в этом фильме будут спойлеры на фильм «Довод», потому что без спойлеров этот обзор я сделать не смогу. То есть вот первая причина моего волнения такая, что мы сейчас с вами делаем то, что я очень давно хотела начать, и вот, наконец-то, это происходит. И вторая причина моего волнения — то, что это, чёрт возьми, фильм «Довод», то, что это фильм, который вызывает столько неоднозначных мыслей, и вопросов к сюжету, и разделил всех, просмотревших его на два лагеря, тех, кто в большом восторге, и тех, кто в большой разочарованности, потому что были гораздо большие ожидания от очередного фильма Кристофера Нолана, ну и вообще то, что это Нолан, да. Поэтому, да, спасибо большое всем, кто продолжает писать. Так, в общем, напишите мне, пожалуйста, сейчас здесь в комментариях, кто смотрел этот фильм, и напишите в двух словах, как вам вообще понравилось, очень сильно вы супер в восторге, или у вас остались вопросики, ну не вот эти вот, да, как там время двигалось и так далее, а именно вопросики к сюжету. Привет, Женечка! Привет-привет всем, кто заходит! Столько снова, столько... Да, столько сразу знакомых лиц, заметила, что люди не любят обсуждать фильмы, воспринимают как желание поспорить. Обожаю Нолана, Нолан классный, да, его сложно не обожать. Так, ну давайте, те, кто не смотрел, мне прямо кажется, что вам стоит посмотреть сначала этот фильм самому, потому что, как я уже сказала, во-первых, будет много спойлеров, то есть я прям расскажу весь сюжет, и вам будет очень, может быть, неинтересно потом уже, то есть у вас будет подпорчено впечатление от самого фильма потом. Хотя кто-то наоборот, да, любит уже знать сюжет и наслаждаться просто. Вот Даша пишет, в полном восторге, фильм очень крутой. Даша, скажи, пожалуйста, какие еще фильмы Нолана ты смотрела? Фильм вызывает вопросы к сюжету, особенно к концовке, к последней сцене. Ильнур, какие у тебя вопросы? После эфира, надеюсь, посмотреть, пишет Алена, но после эфира... Ну смотрите сами, я предупредила, в общем, про спойлеры. Эфир я сохраню обязательно. Так, смотрела, очень понравилось, необычный сюжет, что это новое, пишет Варвара. Варвара, тоже напишите, какие еще фильмы Нолана вы смотрели? После просмотра многие говорят, что ничего не поняли. Так, посмотрю, потом зайду эфир посмотреть. Да, давайте. Какой фильм, вот спрашивает, Live in Ost, где-то у нас внизу прикреплено название. Знаете, смотреть, это про меня, кто-то говорит, отлично. Тогда будет очень интересно, какое будет ваше впечатление после обзора. И у нас эфир идет уже 5-4 минуты, давайте начинать. В общем, действительно, те, кто в восторге от фильма, они говорят... Ох, Ильнур написал вопрос про того мальчика, про Паттисона, да, это и есть его будущий друг, да, мы будем разбирать этот вопрос. Он такой тоже очень интересный в этом фильме, один из немногих наполненных драматургией. Наверное, мне стоит немножко озвучить свое мнение сразу же изначально. Этот фильм определенно интересный, он очень отличается от того, что мы обычно видим в кино, поэтому он заставляет пережить какие-то новые эмоции. В нем есть почва для размышлений и таких теоретических, да, то есть поразбираться в каком-то вот прям техническом, физических каких-то математических вопросах. В нем есть и определенные моральные вопросы тоже. Нолан уже в который раз поднимает вопрос того, как человечество уничтожает природу, экологию, землю, и к чему мы все идем. И это все интересно. Но этот фильм определенно не станет любимым моим фильмом у Нолана, потому что я не могу его не сравнивать с другими работами этого режиссера, при том, что он, в принципе, сам делает не какие-то абсолютно разные фильмы, а он обращается к похожим вопросам в разных своих кино. И, например, тема взаимодействия со временем, она была поднята и в фильме «Интерстеллар», и в предыдущих его фильмах, да, в «Мементов», помни. Но мне хочется больше всего сравнивать с... А вот вы пишете... Остерик, это Австрия. Но мне хочется сравнивать именно с «Интерстелларом», потому что с ним я вижу больше всего параллелей. Особенно интересно, конечно, то, что в сценарии этого фильма, как везде пишут, безумно долго писался что-то там и про 6 лет, и про 20 лет. В разных источниках можно прочитать сценарий фильма «Довод». Но, тем не менее, именно к нему очень много вопросов. Давайте кратко для тех, кто фильм «Довод» вообще не смотрел. Он про то, что появилось наше время, и учёные нашли, учёные военные нашли необычное оружие, инверсированное оружие, которое действует наоборот. То есть пуля уже выстрелившая, и вот эта выстрелившая пуля, она стреляет обратно. Начали находить разные другие инверсированные обломки, именно такие, которые наоборот идущим временем, и поняли то, что эти обломки не были изобретены, это оружие не было изобретено в наше время, оно к нам приходит из будущего. То есть в будущем изобрели способ перемещаться во времени назад, и вот это оружие попадает каким-то образом к нам. И какая вообще цель людей из будущего, там людей, не людей, да, в общем, тех, кто в будущем? Их цель — уничтожить нас сейчас. Потому что планета тех, кто в будущем, она погибает, людям нечего есть, нечего пить, ресурсов нет, всё очень плохо, и вот те из будущего решили уничтожить нас сейчас, чтобы мы планету в конец не загубили, и вот с этим придётся бороться главному герою на протяжении фильма, чтобы не допустить вот этого момента X, да, когда сработает план ребят из будущего, и наша планета действительно будет уничтожена. Что именно непонятно многим, кто выходит из этого фильма, это как именно работает вот это вот перемещение во времени назад, и там действительно всё очень сильно сложно, я не буду сейчас пытаться объяснять в тонкостях эти моменты, потому что всё-таки фильм нужно посмотреть, и мне хочется обзор сделать немножко о другом, ориентируясь всё-таки больше на тех людей, которые смотрели всё-таки этот фильм, да, вы уже в курсе, как там всё это происходит. В общем, когда люди просто переносятся, наши ребята в нашем времени, они тоже уже изучили всё это оружие, они примерно поняли, как это всё работает, нашли вот эти вот установки машины времени, будем их называть, чтобы тоже переноситься назад, и вот когда они переносятся назад, они становятся инверсированными. Если вам сейчас ничего не понятно, ну как бы это эмоции многих во время просмотра, и потом после фильма, они становятся инверсированными. Для них, когда они перенеслись назад, всё не так, как в обычных фильмах про будущее, про машины времени, то есть ты просто перенёсся, да, и ты существуешь в новом временном промежутке, а для них всё идёт наоборот, то есть ты переносишься во времени назад, и для тебя всё, в общем, в мире всё наоборот. Чайки летят назад, ветер дует наоборот на тебя, но он дует тебе в спину, ты как будто бы не наступаешь вперёд, а как будто бы ты поднимаешь наоборот ногу и шагаешь, и поэтому некоторые люди очень шутили после этого фильма, что они выходили из кинотеатра и шли спиной в сторону прохода, и действительно это смешная шутка. В общем, сюжет там примерно такой, что есть у нас главный злодей, русский олигарх, продавец оружия, который, в общем-то, является ключевым звеном связи между будущим и настоящим, и с будущего именно ему отправляют вот это оружие, отправляют спонсирование, он должен подготовить специальный код для того, чтобы активировать конец света, и когда он его активирует, он, в общем-то, сам тоже умрёт, но он этого не боится, потому что он всё равно умирает от рака, и вот он хочет умереть сам и унести с собой весь мир. Очень большой вопрос в этом фильме, который поднимают сами персонажи, это то, что если люди, которые хотят спастись в будущем, если они уничтожат нас в настоящем, то, по сути, по всем законам фильмов про время, они тоже должны исчезнуть, потому что они наши потомки, и если мы исчезнем, то, соответственно, они не смогут родиться. И конфликт этого фильма в том, что есть в будущем, в будущем есть и хорошие ребята, которые тоже хотят предотвратить конец света и тоже пытаются из будущего помогать в прошлое, — вы, наверное, в конец запутались, да? — из будущего помогать в прошлое, чтобы, наоборот, конец света предотвратить. И вот конфликт в том, что те, которые хотят спасти Землю, уничтожив нас в настоящем, они верят в то, что с ними всё останется в порядке, то, что, уничтожив нас, они не уничтожат сами себя. А те, которые хотят из будущего, наоборот, хотят предотвратить конец света в настоящем, они понимают то, что, уничтожив прошлое, они уничтожат и сами себя в будущем, потому что теоретически они просто не смогут родиться. И тут у меня такой вопрос очень большой, вот к тем ребятам, которые за конец света в будущем. Они ведь, наверное, не глупые ребята, раз они придумали вот это оружие. И каким образом они уверены, что если они уничтожат прошлое, с ними всё будет в порядке? То есть они ожидают, что реки и океаны изменятся. То есть часть будущего изменится, но при этом они сами останутся неизменными. И вот это вот очень большой логический конфликт. То есть если они ожидают, что в будущем планета будет спасена, то что планета останется чистой и прекрасной, то почему они ожидают, что пропадёт мусор, пропадут последствия жизни человека в виде негативного влияния на экологию? Но почему они думают, что они всё-таки родятся? И возможно, здесь могла бы быть другая идея, что это просто, знаете, как child free, те, кто не хотят заводить детей, я не про кино говорю, а просто вот прям, не хотят заводить детей из-за того, чтобы человечество просто само потихоньку сошло на нет, само уничтожилось. Это вот такой, ну, альтруистичный такой ход для того, чтобы просто планета осталась без людей и продолжала существовать. И возможно, вот эти ребята из будущего так и хотели. Они хотели уничтожить всё человечество, чтобы и самих себя тоже, и тогда бы планета продолжала чистые существовать бы. Но в фильме нам всё-таки преподносят так, что они сами хотят остаться в живых. И вот это вот для меня очень большой такой нелогичный момент в этом фильме. Но это на самом деле такая немножко ерунда, потому что есть там другие вопросы, которых гораздо больше. Вот Life in Austria пишет, что да, нелогично. Мне очень приятно, мне сейчас прям, знаете, такое волна напряжения немножко отпустила, потому что я рада, что мне что-то удалось донести. И вот следующий. Мне прям хочется, на самом деле, я здесь открывала, подготовила немножко картинок, по которым мне хочется идти. Это вот драматургия, визуал и сценарий. Это те моменты, по которым мне хочется пройтись. И драматургия — это то, чего мне больше всего не хватило в этом фильме. Что такое драматургия? Это такая, скажем так, не технический сюжет, к которому мы задаём вопросы, почему время работает вот так, почему вот так. Драматургия — это взаимодействие персонажей. Это именно какие-то моральные аспекты фильма. Вот это всё я отношу к драматургии. И здесь больше всего вопросов действительно к взаимодействию персонажей. У нас есть главный герой, который такой супермен Чак Норрис, который спасает мир. Ну, он такой немножко правда Чак Норрис, потому что он там вылезает из любой заварушки, сколько бы на него ни нападало врагов. И при этом он такой очень благородный. Ну, как бы окей. К этому у меня тоже всегда бывают вопросы, потому что он слишком добрый. Он такой, знаете, Бэтмен, который никогда никого не убивает, а просто, не знаю, там, ломает руки, но никогда не убивает. И как такой добряк может быть настолько крутым спецагентом? К этому, конечно, большой вопрос. Ну, как бы окей, это в фильмах абсолютно простительно, да, это даже художественно, скажем так, раскрывает в какой-то степени его персонаж. Вот есть у нас такой главный герой, который проходит дичайшие пытки в начале фильма. То есть у него, вот вы пишите, Бэтмен делает ужасные вещи. Да, очень интересно, что Бэтмена представляют таким, что он никогда не убивает своих врагов, но при этом он, правда, делает с ними ужасные вещи. Особенно вот не с теми главными врагами, которые у него есть, а просто со всякими там подмастериями, которые попадаются ему по пути. Тоже такая тема для шуток постоянных про него. В общем, этот главный персонаж в самом начале попадает в плен, проходит дичайшие пытки, ему вырывают все зубы для того, чтобы выпытать из него там определенные тайны. Но он, в общем, глотает, заканчивает на пытках жизнь самоубийством для того, чтобы не выдать своих ребят. И оказывается, что это было для него просто тестом для того, чтобы его вот взять в эту команду довод. Довод — это команда, которая занимается как раз предотвращением апокалипсиса. И вот он проходит это испытание, и его уберут в команду, понимают, что ему можно доверять, и вот таким образом он становится главным героем. Ещё у нас есть здесь Роберт Паттисон, который... Я не запоминала их по именам, и я не гуглила специально сейчас, чтобы козырять их именами, я просто буду говорить вот так вот по персонажам. Цианид, да. Глотает цианид. И есть у нас тут... Да, который оказывается ненастоящим, он просто его вносит в кому, и вот потом его уже вытаскивают, объясняют ему, что это был просто тест. Вот. Здесь у нас есть ещё Роберт Паттисон, который играет такого помощника нашего главного героя, который будет ему помогать там проникать во всякие секретные объекты, составлять какие-то планы. В общем, вот такой вот есть помощник Роберт Паттисон. Есть ещё главный герой, да, злодей русский. И есть супруга главного злодея, вот она здесь, на этой картинке, у которой есть маленький сын, с которым конфликт у неё в том, что она хочет уйти от своего мужа, от этого русского злодея, но при этом он говорит ей, что она не сможет видеться с сыном. И то есть она может от него уйти, но тогда с сыном она видеться больше не сможет, и поэтому она остаётся с ним. Вот примерно такие у нас есть персонажи, поэтому давайте сейчас пойдём по драматургии, чего мне именно не хватает. Самое первое, раз уж вот мы заговорили про эту героиню, у меня очень большой вопрос к её взаимодействиям с сыном, которые являются очень таким креугольным камнем в сюжете этого фильма, потому что наш персонаж, главный герой, после того, как знакомится с этой блондинкой, очень сильно начинают ей сопереживать, и много таких, знаете, моментов, когда он отдаёт какой-то важный инструмент нашему главному злодею для того, чтобы спасти эту блондинку, или ещё что-то. В общем, он очень сильно ей сопереживает, её история, что она не может видеться с сыном, и на этом построено очень многое в этом фильме. Но нам практически не показывают взаимодействий этой блондинки с её сыном. Её сынишка Кудрявый появляется раза два, наверное, три за весь фильм в кадре, когда она его там забирает со школы, отводит в школу. Нам не показывают практически вообще его лица, он не произносит ни одного слова. И, в принципе, мы просто должны поверить на слово то, что у них очень тёплые, глубокие отношения. Ну, понятно, что здесь всё равно как бы просто вот отношения матери и ребёнка, да, сам вот этот сюжет. Да, мы понимаем, что да, это тяжело, но, тем не менее, это фильм, это визуальный способ повествования, и нам в нём не показывают вот этих взаимодействий. Если бы мы их увидели, то нам было бы гораздо проще сопереживать всей истории этой героини, сопереживать герою, который так много делает глупостей для того, чтобы, ну, глупостей, которые вредят делу, да, но для того, чтобы ей помочь. Но нам очень тяжело, мне лично было очень тяжело вот сопереживать им таким образом, потому что никаких их взаимодействий мы не увидели. В том же самом фильме «Интерстеллар» сейчас я открою картиночки. У нас есть главный герой — это Мэтью МакКонахи с его дочкой, которые вынуждены расстаться, у них очень близкие отношения, но они вынуждены расстаться, потому что он отправляется спасать планету, и, возможно, он не вернётся. И мы очень сильно за них переживаем, мы переживаем за самого Мэтью МакКонахи, потому что мы хотим, чтобы он вернулся к дочери, он обещал ей. И нам это очень сильно важно. Спасибо, что вы лайкаете, значит, вы поддерживаете эту идею. Нам очень сильно важно, чтобы у них всё получилось, потому что их отношения в начале фильма нам показали настолько глубоко. У них есть какие-то свои совместные фишки, у них совместные шутки, они всё время всё делают вместе, у них глубокие взрослые разговоры с отцом. Даже когда Мэтью МакКонахи идёт на важное собрание, его дочь с ним, потому что это его самый главный друг, и для дочери он тоже самый главный друг. А вот в этих взаимоотношениях блондинки с её сыном мы этого не видим, и поэтому нам очень сложно вот так же им сопереживать. Это кино, здесь недостаточно просто сказать, вот это мать, и она не может видеться с ребёнком. Нам необходимо показать их взаимодействие, чтобы мы действительно им сопереживали. Следующий момент взаимоотношений — это главный герой наш и вот этот персонаж Роберта Паттисона, его помощник, с которым у них в течение фильма будет идти взаимодействие. Притом сначала нам кажется, что это просто будет какая-то разовая помощь, но потом главный герой обращается к нему постоянно, и они уже становятся такими соратниками, идут вместе до конца. И в конце там происходит такой момент в фильме, что нам дают понять, вот Эльнур как раз спрашивал, умрёт ли он. Да, там просто герой Паттисона... В общем, мы увидим отрывок из будущего, то, что этот герой Паттисона вот в данный промежуток времени сейчас умрёт. И мы понимаем по определённым наводкам, то, что на самом деле этот герой был уже пришедший к нам из будущего, этот персонаж. И мы узнаём то, что вот в будущем наш главный герой и этот Паттисон очень долго дружили, они были очень близкими друзьями. И вот в тот момент, когда мы узнаём, что значит сейчас Роберту Паттисону нужно идти умирать, и он из будущего знает, что вот сейчас он пойдёт умирать, да, то есть он с такой, знаете, улыбкой, то есть это очень такой трогательный момент, он прощается просто и уходит. И опять же момент трогательный, история очень красивая, то есть главный герой в этот момент понимает, то, что это действительно не просто там какой-то помощник, да, то, что это его прекрасный друг из будущего. Но нам сложно сопереживать, потому что на протяжении всего фильма мы не видели их какого-то глубокого духовного взаимодействия. У них не было каких-то глубоких драматических моментов, те моменты, когда они выполняли свои миссии на протяжении фильма. У них не зародилось каких-то общих шуточек, которые могли бы вот тоже показать нам их сближение. То есть если они стали лучшими друзьями в будущем, то, ну извините, в этом фильме они пережили несколько очень таких жёстких недель вместе, да, и что-то у них всё равно должно было успеть зародиться. Но нам этого тоже не показывают, нас просто ставят вот этот момент, когда нам просто словами, не повествованием художественного в кино, а просто словами говорят, что вот эти двое лучшие друзья, и один из них сейчас уходит умирать, поэтому вам должно быть грустно. И, ну, момент там на самом деле такой очень трогательный, он даже выбил из меня слезу, но если бы это было преподнесено по-другому, то это был бы очень-очень-очень сильный момент, потому что вот такого сюжетного заворота на дружбу, да, то, что вот они там дружили в будущем, получается, что оба знали то, что когда будет конец этой дружбы, ну, то есть это сильный момент. Но, опять же, из-за отсутствия драматургии, отсутствия взаимодействия персонажей, мы этого не увидели. Мы этого не прочувствовали так глубоко. И следующий ещё момент относительно их дружбы, на самом деле, то их взаимодействие, которое было на протяжении фильма, больше подводило даже к тому, что Роберт Паттисона кажется на самом деле каким-то предателем, потому что там есть моменты, когда он явно что-то умалчивает, есть моменты, когда он там увидит кое-что необычное, нам не покажут, что именно, и он должен сказать об этом главному герою, а он придёт в тихушку и просто ничего не скажет. И у нас, лично у меня, у зрителя, у меня рождалось больше чувства, что Роберт Паттисон окажется каким-то предателем. Вот к этому нас подводят, а в итоге он оказывается лучшим другом, и мы должны ему сопереживать. Это тоже лично для меня такой был немножко дисбаланс. Ребята, скажите, пожалуйста, вот из тех, кто есть здесь в эфире, да, те, кто смотрел этот фильм, пишите, пожалуйста, что-нибудь, что вы думаете о том, что я говорю, потому что я специально делаю это не просто как видео в записи, а как эфир, потому что мне очень хочется с вами взаимодействия, хочется слышать, какие ваши мнения по этому вопросу, хотя бы кратко. Это будет очень сильно меня тоже поддерживать сейчас в процессе, хотя бы я буду видеть, понимаете ли вы примерно, что я говорю. Если не согласны, то какие у вас мысли? И вот я вижу, вы ставите сердечки, возможно, это показатель согласности. Так, ещё по поводу взаимодействия персонажей. У нас есть наш главный злодей, и у него тоже достаточно такой противоречивый характер, потому что в какие-то моменты он показывает себя даже достаточно таким благородным злодеем, таким, знаете, вором в законе, который на самом деле ставит честь на какое-то место, да, высокое. О чём эфир? Там внизу написано, ребята, о чём эфир, обязательно читайте прокреплённые комментарии. И в то же время он делает достаточно гадкие вещи, и нам очень сильно сложно понять, какой же он человек, и он нам не показывается... Ладно, я буду говорить мне, да, потому что у всех своё мнение, но мне он не показался каким-то таким многогранным, разноуровневым злодеем, а мне он показался просто неоднозначным, сложным к восприятию, и ему тоже очень сложно сопереживать. Согласитесь, очень крутые те фильмы, когда злодею мы тоже можем сочувствовать в чём-то, а здесь он не вызывает у нас, в принципе, никаких особо чувств, потому что его персонаж... Ладно, опять я говорю у нас, у меня, он не вызывал каких-то особых чувств, потому что для меня он был достаточно непонятно прописан именно как Личность. Ну и следующий момент — это касательно... А, ну и касательно вот этого тоже злодея, что он моментами делает тоже какие-то истеричные, немножко глуповатые вещи, попадает в какие-то идиотские ситуации, что достаточно странно для такого холодного, расчётливого властителя мира, который имеет связь с будущим, может знать ответы на все вопросы. Ну, такое, знаете, хотелось бы, может быть, его видеть каким-то более умным, более расчётливым, более таким непобедимым, да, чтобы нам действительно было страшно, что вот мы не сможем его остановить. Потому что здесь он просто кажется такой марионеткой, может быть, его такой марионеткой и прописывали, конечно, но в таком случае у нас тогда вообще нет какого-то основного главного злодея, потому что тех, которых в будущем мы, в принципе, особо не видим, и их идеи, мотивы, что-то нам тоже не прописываются. И ещё в этом фильме есть третий главный персонаж, третий супергерой, который тоже вот в команде спасения мира, то есть наш главный герой, Паттисон, и ещё где-то середины фильма ещё появляется один персонаж, которому мы тоже должны доверять, который тоже вот прям такую несёт главную миссию, но нам его вообще очень мало представляют. И, ну, как бы это практически второстепенный персонаж, хотя на самом деле роль по спасению мира у него очень сильно большая, его играет классный актёр, и было бы классно, если бы про него мы тоже знали больше. Давайте сейчас, ну, хотя бы вот не его предысторию или что-то, да, а именно если бы он показал свой характер в процессе фильма, то есть он достаточно безликий, у него нету каких-то его фирменных шуточек, нету его фирменного поведения, то есть просто безликий персонаж, и вот именно его личностности тоже не хватило. Так, про маму, бегающую по фильму с невидимым ребёнком и плакатом «Мотивация» очень откликнулась, да-да-да, просто весь фильм мы её, вот этой вот блондинке, про её вот эту вот болезненность, да, что она не может видеться к сыну, мы просто узнаём по её пафосным репликам с такими со слезами, такими больше злобными даже, чем жалобными, что вы просто не понимаете, что это такое быть матерью, и вот это вот столько раз пафосно произносится за фильм, ну, как бы такое немножко. Да, я тоже не увидела никакой эмоциональной связи между матерью и ребёнком, но прям жить без него не может и ненавидит мужа. Опять же, вот почему она ненавидит мужа, да, нам тоже очень мало покажут, по сути, он ей просто не даёт развод, но, опять же, показать какую-то более глубокие причины для ненависти, это бы очень сильно скрасило фильм эмоционально. И про злодеев русских уже утомительно, да, при том, что он там очень, так, достаточно просто прописан. Опять же, окей, пускай он будет русский злодей. В «Железном человеке» втором, по-моему, да, где там будет вот этот... Я забыла, как зовут этого актёра, господи, с длинноволосого, который очень долго пил, а потом опять начал играть в кино. Скажите мне, пожалуйста. В общем, вот тот злодей, который сыграл во «Втором железном человеке», он тоже, по-моему, был с какими-то славянскими корнями, и он там офигенный, ну, то есть он там вот прям суперклассный, он злодей, но ты ему там очень сильно сопереживаешь, и вот это было круто. А здесь это очень такое, ну, такой продавец оружия типичный из просто игр-шутеров без глубокой прописки. Как сказал Колокольников, когда я читал сценарий, мне было всё понятно. Когда посмотрел фильм, то не понял ничего. Я не успела... Интересно. Спасибо, что написали. Я не успела посмотреть, а сын очень понравился фильм. Сказал, там есть над чем подумать. Да, я поэтому вначале сказала, что это, безусловно, интересный фильм. И я сейчас просто говорю вот по тем моментам, по которым меня пробомбило. В конце я ещё расскажу про моменты, которые мне понравились. Следующий момент, к которому хочется обратиться после драматургии, это визуал. И какие вопросы у меня здесь есть к визуалу? Дело в том, что Нолан, он очень сильно крут не только вот в этих его сюжетных поворотах. Он ещё и очень... Спасибо, что вы пишете своё мнение. Ребята, я буду делать периодически паузы и прочитывать то, что вы делитесь своими мнениями, тоже что-то комментировать. Это очень интересно. Так вот, Нолан, он не только мастер завороченных сюжетов, он ещё и большой мастер визуала. И его фильмы, например, «Интерстеллар» взял Оскар за спецэффекты. В начале там вообще вот эти вот здания, которые вырастают откуда-то из ничего, все вот эти вот сюжеты-конструкторы, вот такие вот необычные кадры. То есть здесь, конечно, в статике, но просто вот карточный домик складывается, и так появляются, рождаются целые миры. Например, вот видите, здесь стёкла, да, они бьются, и они бьются в обратную сторону, они в замедленные съёмки летят. Это всё очень красиво, и мы ведь в фильмы на самом деле идём как раз-таки для того, чтобы видеть какие-то вещи, ну, на научную фантастику, по крайней мере, чтобы видеть какие-то вещи, которые мы не можем видеть в реале. Например, вот на этом кадре в начале там просто дом, дорога, улица складывается, и весь город начинает складываться как карточный домик. Это всё было очень круто, или вот огромный грузовик, ледокол, да, что это, господи, едет, и просто протаранивает машины. Это всё очень круто, ну, то есть визуал хороший, хорошие спецэффекты, и я люблю так же, как люблю хорошую драматургию. И за хороший визуал в фильмах научной фантастики или в каких-то боевиках, как, не знаю, там в Мэдмаксе, да, или кого ещё вспомнить, мы как раз-таки готовы прощать многие вещи, готовы иногда простить отсутствие драматургии, готовы простить какие-то сюжетные огрехи, но этот визуал должен быть. Что мы видим в доводе? Мы, в принципе, особо ничего не видим. Вот я покажу несколько кадров из довода, то есть это вот такие вот разговоры просто на каких-то фонах, спокойных, очень долгие такие взгляды, статичные главного героя. Вот вы видите здесь инверсированная пуля, прошедшая сквозь стекло, и у нас есть несколько взрывов. Крутые парни не смотрят на взрывы, здесь уходит, да, этот наш русский, от взорванной машины. И в этом фильме есть очень, конечно, крутая сцена, когда взрывают настоящий Боинг, то есть ребятам, создававшим фильм, было проще купить дешевле, купить настоящий Боинг и по-настоящему его взорвать, чем делать это в спецэффектах. И вот как бы вот. Но нам не показывают, например, инверсию. Знаете, как нам показывают это движение времени назад, да, и инверсию? Выстрелы мы просто видим такими же выстрелами. Например, вот пуля, которая прошла уже насквозь, и с этого места пуля опять будет стрелять назад. И нам просто это показывают, как обычный выстрел. Просто будет звук выстрела, и люди будут падать. Насколько было бы круто, если бы нам показали в макросъёмке, как собираются обратно частички металла, как пуля складывается назад, как в неё обратно засыпается порох, как он перестаёт гореть и обратно становится сухим, летит обратно в пистолет и вставляется обратно в обойму, проходя при этом, да, насквозь через врагов. Насколько было бы классно это увидеть? Ну, это было бы потрясающе. Это можно было бы настолько красиво визуально преподнести, но мы этого не видим. Также, когда нам показывают, например, людей, которые попали в будущее, вот для них всё тоже инверсировано, то есть наоборот, они, ну, просто идут назад. Или там наш персонаж идёт вперёд, а при этом относительно него все другие персонажи идут назад, машины едут назад, птицы летят назад. и на самом деле все внутри процессы клеточные тоже идут назад. И насколько нам было бы круто, если бы нам показали какие-то вот процессы внутри клетки, да, идущие очень глубоко, прямо в ядро. То есть Нолан, он же очень любит обращаться к физике. И если бы нам показали вот это вот движение атомов, которое вдруг пошло в другую сторону, это тоже было бы очень интересно. Это то, что мы не можем просто взять и увидеть в обычных фильмах каждый день, и это очень красивый визуальный эффект. Опять же, Нолан, который в своих фильмах показывал уже не раз, что он умеет это круто делать, и чёрная дыра, которую они нарисовали в Интерстелларе, да, насколько она была потрясающая. И Интерстеллар можно посмотреть только для того, чтобы увидеть вот эту вот красоту космоса, вот этих эффектов, которые мы не можем увидеть в другом месте. Этого всего нету в фильме «Довод». Там есть довольно прикольные рукопашные бои, и, в принципе, наверное, всё. То есть я даже не знаю, чем меня ещё визуально этот фильм зацепил. Он симпатичный, но именно с точки зрения операторской работы в нём нету даже каких-то необычных кадров, то есть там подсмотренных откуда-то, да, что-то. Притом Нолан, опять же, он же заморачивается по визуалу. Он снял «Дюнкерк», он снял «Интерстеллар», снял на плёнку. И почему в этом фильме не было вот этих моментов, я не знаю. Может быть, он как-то чем-то это объяснял. Даже вот эта вот машина времени, она выглядит просто как такой сплошной бетонный цилиндр, в который просто люди заходят, цилиндр захлопывается, и они выходят с другой стороны уже в инверсированном времени. Ну, окей, ну как было бы интересно, если бы нам показывали, как они зашли туда, и как у них внутри процесс вот этого движения, их клеток, всего, начинает идти вспять. Это было бы очень круто, на мой взгляд. потому что нам дают понять, что вот этот вот процесс всех процессов, процессов организма, движения их вспять, оно происходит, потому что людям нужно перемещаться в прошлое со специальными масками, потому что они не могут дышать обычным воздухом, им нужно дышать инверсированным воздухом, потому что лёгкие у них тоже наоборот, то есть вот нам говорят об этом, но опять не показывают. Спасибо, что вы ставите пальчики вверх, да, вы соглашаетесь, это очень ценно мне сейчас во время эфира слышать. И ещё я про вот этого движения назад хотела сказать, да, что вот тут у меня тоже очень большой вопрос к сюжету. Когда люди перемещаются в прошлое, им нужно какое-то время, чтобы адаптироваться, потому что звуки они слышат наоборот, они хотят идти вперёд, но как будто бы их тянет идти назад, им сложно везти машину, потому что, ну то есть там главному герою вообще говорят, ты не сможешь водить, потому что всё наоборот, да, но он там в итоге, он же главный, он же Чак Норрис, поэтому он будет водить, конечно, но ему будет очень тяжело это делать. То есть нам дают показать, что все процессы в человеке идут наоборот. У меня большой вопрос, почему при этом мысли продолжают идти линейно? Наши мысли — это тоже химический процесс, это не какая-то абстрактная субстанция, это химические процессы в мозге, которые тоже, соответственно, должны идти наоборот, соответственно, наши мысли тоже должны идти наоборот, и человек, просто попав в прошлое, должен, не знаю, сойти с ума моментально, он не сможет соображать, он не сможет понимать, что ему делать, потому что его мысли идут наоборот. И вот, ой, вы ставите лайки, вы поняли, да, что я хочу сказать? Вот к этому у меня тоже большой вопрос. Давайте почитаю немножко, что вы пишете, и мы перейдём с вами, покажу картинку, моменты немножко из Интерстеллара, насколько же это красивый фильм, смотрите, драматургии, да, его моменты взаимодействия с отцом, вот эти вот кадры мирной жизни, потом, как мы сопереживаем тому, что всё это исчезает, потрясающий этот плёночный цвет, вот эта вот художественность каждого кадра, такой вот прекрасный Интерстеллар, и даже когда появляются какие-то достаточно второстепенные персонажи, мы очень им сопереживаем, потому что у нас есть в кадрах несколько минут уделены каким-то глубоким разговорам, не просто поверхностным там перекидыванием планами, а какой-то маленькой драматургии, и это знакомит нас с персонажами, за две минуты можно хоть немного познакомить с персонажем, к сожалению, я этого не чувствовала в доводе, ну и вот начало тоже, потрясающие визуальные эффекты, тоже показывается взаимодействие персонажей, и мы им сочувствуем, мы им сопереживаем, опять же, то, чего я не увидела в доводе, но вот за те визуальные эффекты, которые я озвучила, да, можно, я готова была бы простить драматургию, но визуальных эффектов я тоже не увидела, окей, у нас остаётся последнее, это сценарий, вот вы пишете, ой, спасибо, что вы написали, что вам нравится, как я рассказываю, ребята, я, если, в общем, получится с этим обзором, я просто буду очень рада рассказывать ещё про свои мнения на какие-то фильмы, и буду очень признательна, если вы после того, как посмотрите этот обзор, напишите своё мнение в комментариях, какие мысли, что вам понравилось, не понравилось, мне это просто будет бескрайне ценно, я буду крайне благодарна. Ломтик пишет, обожаю этот фильм, он настолько нереально, реально нереальный, да, «Интерстеллар» для меня, это самый мой любимый фильм «Нолан», хотя я ещё очень сильно люблю «Престиж», но «Престиж», он для меня немножко особняком, потому что там такой менее сюрреалистичный сюжет, хотя там тоже присутствует фантастика, но вот «Интерстеллар» для меня это прямо эталон фильмов, которыми можно меня зацепить. Так, дальше, теперь мы переходим к сценарным вопросам с доводом, сейчас я проверю по своей шпаргалке, всё ли я сказала про визуал, да, и вот теперь про вопросы к сценарию. Итак, есть, например, такой момент, когда главную героиню стреляет уже её русский муж, и стреляет, уходит, наши хорошие герои к ней подбегают, хотят её спасти, но быстренько врачи определяют, что жить ей осталось недолго, и наш главный герой придумывает план, что её нужно инверсировать, и таким образом процессы у неё пойдут вспять, и она поправится. И вот здесь у меня да, большой вопрос, а, я про это уже озвучила, большой вопрос про то, что если процессы идут настолько вспять, то почему наши мозговые мыслительные процессы тоже не идут назад, и наши мысли не идут назад, и ещё, если процессы действительно пойдут вспять, то почему они так переживали, останется ли она точно жива, ну в общем, почему люди продолжают разговаривать линейно, когда они переносятся в прошлое, если все процессы в организме идут наоборот, вот такой вопрос у меня к сюжету. Следующий момент, это про штурм здания в Индии, там есть такая сцена, когда главные герои, как раз главный герой Паттисон, как его помощник, им нужно проникнуть в вознос здания, чтобы поговорить с одним важным человеком, выяснить важный вопрос, самый главный продавец оружия живет там в Индии, и вот они у него хотят выяснить, откуда берется вот это инверсированное оружие. Там вообще на самом деле достаточно сложно понять, почему этот человек, который там окажется в итоге, им помогает, хотя он помогал и не хорошим, и хорошим, ну то есть как бы ладно, такое бывает в кино, да, мы это оставим, но момент в том, что самое неприступное можно оттуда выбраться. Что делают наши герои? Они из крыши соседнего здания закидывают тросы и просто с этими тросами запрыгивают. Окей, нам сказали, что главное потом еще выбраться из этого здания, то есть ладно, довольно легко они попали, но им должно быть сложно выбраться. И когда в конце уже вот это вот там приехала полиция, вся охрана, все, и герои спрашивают, как же вы теперь выберетесь? И они говорят, это будет довольно неприятно, у нас есть план, хотя это будет довольно неприятно. И они снова берут тросы, спрыгивают с этого здания, просто приземляются на рыночки и пешком уходят, теряются в толпе. Что было сложного? Что было достаточно неприятно в этом пути побега? У героя фильма побег из Шоушенка у него был достаточно неприятный путь побега из тюрьмы. Что было достаточно неприятно у этих ребят? Ну, окей, вопрос. им будет сложно, но нам этого не показали. Следующий вопрос. Про историю с картиной. Ой, у нас уже 43 минуты идёт эфир, у нас остаётся примерно 10 минут эфира, но давайте я вам попробую, ну, те, кто смотрел, да, вы знаете, о чём идёт речь. В общем, ох, сюжет с картиной. Короче говоря, в этом фильме есть такой отдельный подсюжет, когда русский злодей, в общем, блондинка наша работает с картинами, как это называется, когда она анализирует художественные произведения, определяет, оригинал это или подделка, в общем, вот этим она занимается, и как-то ей попадёт одна картина, тоже довольно сложным образом, но я не буду сейчас этого озвучивать, потому что она не имеет значения, но почему-то это озвучили в фильме, к ней попадёт одна картина, которую она признает оригиналом, её муж эту картину купит на аукционе за огромную сумму денег, и потом выяснится, что эта картина на самом деле была подделкой. Эксперт, спасибо большое, боже, окажется, что эта картина была подделкой, и об этом будет знать вот муж нашей блондинки, наш русский злодей, и он будет шантажировать блондинку тем, что если она уйдёт от него, заберёт сына, не понимаю немножко, потому что как бы ладно, давайте пока, в общем, он её будет шантажировать тем, что если она от него уйдёт, допустим, он скажет, что вот она эту картину признала оригиналом, значит, она была в сговоре с тем, кто сделал эту подделку, и, соответственно, её отправят в тюрьму, она всё потеряет, потеряет свою галерею, имя, ну, то есть всё, да, её отправят в тюрьму, вот этим он её шантажировал, но у него уже был способ шантажа, он её шантажировал тем, что она не сможет видеться с сыном, и вот это главный способ шантажа, которым он её и так держал, и зачем нужно было вводить вот эту историю с картиной, объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, ребята, если вы поняли, потому что я не понимаю, плюс ещё эта история с картиной, она настолько длинная, она настолько запутанная, что ты пытаешься, вот, там очень много имён в этой истории с картиной, очень много каких-то фактов, и ты пытаешься сконцентрироваться и понять, но в итоге ты просто отвлекаешься от основного сюжета, и тебе ещё как бы основной сюжет так сложно с этими переносами во времени, инверсиями, энтропиями, и вот этими всеми сложными словами, которые очень много раз произносятся в фильме, тебе и так сложно, тебе ещё нужно сконцентрироваться на том, чтобы постараться понять эту историю с картиной, которая на самом деле не имеет никакого особого значения, кроме того, чтобы на ней сблизить блондинку и нашего главного героя, который решит через вот это к ней подобраться, ну, можно было придумать что-то гораздо более оправданное и более простое, вот для меня это большой вопрос, зачем была нужна эта история с картиной, при том, что она никак не выстрелит, да, это ружьё в конце, оно никак не выстрелит, вот вы пишете ещё больше запутать, чтобы людей отвлечь что ли от основного сюжета, я не знаю, ну вот она действительно только ещё больше путает, но сюжеты так очень сложные, то есть это история с картиной, по моему восприятию, вообще не имеет никакой необходимости в этом фильме, вы пишете спасибо за такой содержательный разбор, обязательно посмотрю все фильмы, изменили моё отношение к просмотру, спасибо, что вы пишете, спасибо за разбор, очень понравилось, пишите мне пожелание не болеть, спасибо большое, мне кажется, из-за того, что я просто постоянно веду эфиры и не даю связкам отойти, они вот уже несколько недель никак не придут в себя, но не вести эфиры я тоже не могу, веда план сохранить ли я, сохраню ли я эфир, да, конечно, сохраню его, и у нас остаётся ещё минут 7, чтобы ещё задать несколько вопросов к сюжету, это взаимодействие блондинки и её супруга, ребята, во-первых, нам показывают, что он такой ужасный тиран, что он ей устроил настолько адовую жизнь, что она в конце его убивает, при том, она убивает своего супруга не просто так, она его убивает в тот момент, когда она его не должна была убивать, она должна была приплыть к нему на его яхту и наоборот удерживать его от самоубийства, вы помните, да, в начале я сказала, что сюжет у нас таков, что когда главный злодей для того, чтобы активировать конец света, он должен покончить с собой, и целью главной героини является приплыть к нему и притворяясь хорошей женой удерживать его как можно дольше от самоубийства, чтобы наши хорошие ребята успели разблокировать бомбу, так скажем, дезактивировать вот этот аппарат, который запускает конец света. И в итоге она, приплыв на эту лодку, стреляет в своего русского тирана, хотя она должна была бороться с тьмой, а не примкнуть к нему, то есть она должна была наоборот его удерживать. И вот эта вот героиня, которая делает очень много непонятных импульсивных поступков и кучу проблем в этом фильме, окей, такое может быть, да, но такая глупость имеет место быть, но ей очень сложно сопереживать, глупости очень сложно сопереживать. И при том, вот это вот её поступок, то, что она стреляет в своего мужа, ну там, типа накипело, да, она хочет ему отомстить, она хочет показать ему, что вот он неправ, чтобы в какой-то момент он почувствовал всё-таки себя проигравшим. Но она знает, то, что в тот момент, когда он умрёт, активируется конец света и умрут все, в том числе её сын, за которого она так болеет. И она, зная это, всё равно даёт волю своему чувству мести и стреляет в этого злодея. Нам становится вдвойне, в 10 раз, если честно, сложнее сопереживать её взаимоотношениям, взаимодействию с сыном, потому что она в этот момент просто на это плюёт. И вот это для меня тоже такой большой спорный момент, это именно сопереживать вот этой главной героине. И к тому же мы не видели, чем он её очень сильно уничижал на протяжении всего фильма. Нам этого не показали, кроме того, что он не давал ей развод, да, без того, чтобы она там, то есть либо она с ним, либо если бы она уходит со своего мужа, она не может видеть своего сына. Опять же, нам про это говорят, но чем ещё он ей устроил такую прямо вот адовую жизнь, ну просто вот она вынуждена жить с нелюбимым мужем. Нам не показывают того, какой он страшный тиран рядом с ней, то есть нам один раз показывают, что он как будто бы собирается её довольно жёстко побить, там, взяв страшный инструмент в руки, свой ремень, в который он вдевает запонки, очень так мрачно это делает, но опять же, мы не видим никакого такого взаимодействия. В принципе, наверное, на этом даже всё, что я хотела сказать про этот фильм. Ильнур в самом начале задал вопрос про действительно ли там Роберт Паттисон идёт умирать, да, потому что нам показывали в сетке внутри лежал труп с рюкзаком, который был такой же, как у Роберта Паттисона, нам его крупным планом несколько раз показали, затем показали на живом Роберте Паттисоне, и было понятно, что раз он туда идёт в будущем, в прошлом, в общем, значит, это вот это он и был, и он знает, что он идёт туда, и что он сейчас умрёт. Но он идёт делать благую миссию, там, открыть специальную дверь, через которую главные герои смогут зайти и предотвратить апокалипсис. Вот, наверное, в принципе, всё, ребят, давайте я посмотрю, что вы пишете. Регина, сохраните, пожалуйста, эфир, буду пересматривать фильм, пересмотрела бы и обзор. Я буду очень признательна, если вы потом ещё напишете свои впечатления, свои мысли какие-то, с чем вы согласились, с чем вы, наоборот, не согласились, мне будет очень интересно, потому что этот обзор я не просто делаю для того, чтобы выплеснуть свои эмоции, а мне ещё очень хочется пообсуждать этот фильм, будет очень приятно сделать это с вами, поэтому, если даже вы уже задолго после, спустя много времени после окончания этого эфира посмотрели обзор, всё равно пишите комментарии, потому что я их просматриваю на старых обзорах, мне будет очень интересно. Где можно посмотреть фильм? Я смотрела в кинотеатре, он в кинотеатрах ещё идёт. Это первый фильм, который я посмотрела в кино после всех вот этих карантинных перерывов, и я была безумно счастлива там оказаться. Вот здесь пишет Наташа, после такого разбора думаю, стоит ли вообще смотреть этот фильм. Да, его безусловно стоит посмотреть, потому что, несмотря на всё, что я рассказала, тем не менее, в этом фильме интересная тема вот этого заворота времени, даже если вам будет не очень сильно понятно, вам будет очень интересно следить за сюжетом. В этом фильме достаточно приятно играют актёры, он достаточно приятно снят, то есть визуально он приятно снят, в нём просто нету ничего сверхособенного, чего мы ждём от Нолана, но он интересен. Опять же, если бы этот фильм был снят не Кристофером Ноланом, то нам было бы прямо вот вау, ну то есть появился бы какой-то новый интересный режиссёр, который пишет необычные сценарии, которые взаимодействуют с какими-то такими материями, в которые многие другие режиссёры не лезут, но так как это Нолан, который, по моему мнению, делал фильмы на ту же тему уже гораздо лучше, я не могу не придраться ко всем вот этим вот моментам. И опять же, если бы была проблема с каким-то одним из вот этих вот пунктов, с драматургией, или с визуалом, или со сценарием, но там остальное было бы всё хорошо, то это можно было бы простить. Потому что даже с учётом вот этих вот погрехов по всем этим трем пунктам от фильма ты получаешь удовольствие. Очень было интересно смотреть на Роберта Паттисона, потому что я тут буквально недавно узнала, что он играет нового Бэтмена. Скажите мне, пожалуйста, знали ли вы? Притом оказалось, что трейлер, и об этом объявили уже, не знаю, года полтора назад. И это очень интересно смотреть на Паттисона в каких-то новых ролях, потому что на самом деле он очень фактурный актёр внешне. И если он ещё и будет интересно играть, то это может получиться такая очень интересная смесь, очень классный актёр, может получиться. Поэтому в этом фильме на самом деле он был одним, он был, наверное, самым интересным персонажем, персонажа Роберта Паттисона, потому что в нём есть какая-то харизма, в нём есть, ну вот, интересно. Что ещё интересно в этом фильме, это поднятый, опять же, вот этот аспект, да, того, что мы делаем с нашей планетой. И очень интересно то, что каждое поколение борется за своё выживание. То есть, да, мы знаем то, что нам, то, что мы уничтожаем планету, но мы не можем при этом уничтожить сами себя, потому что мы запрограммированы на своё выживание. И это вот, вот это вот очень-очень сложный вопрос этих экологических тем, то, что мы можем спасти планету, только самоуничтожившись, если мы будем замедлять, если мы просто будем стараться меньше потреблять, меньше что-то, вот это всё, то мы просто будем замедлять процесс гибели Земли. Ну, то есть, вот вопрос экологии тоже здесь. Ладно, я пока не буду в это углубляться, потому что мне хочется об этом сделать какой-нибудь пост, что-то тоже, но не сейчас, это отдельная тема. И интересно, что она в этом фильме поднимается. Плюс интересно посмотреть на то, как режиссёр купил Боинг, и он действительно его взрывает в кино. В этом фильме интересные бои рукопашные, их очень много, и так как они происходят у обычных людей с инверсированными, то есть, кто-то движется в обычном времени, кто-то движется в обратном, и всё это немножко необычно, и как раз-таки вот та визуальная часть, за которой интересно наблюдать. Так, сейчас посмотрю, что вы пишете, буквально минута, и закрываю эфир, буду очень ждать ваших комментариев и ваших мнений от тех, кто уже смотрел, кто ещё посмотрит. Мы два раза смотрели, второй раз лучше, хочу пересмотреть третий, вот мне тоже интересно его ещё раз пересмотреть, чтобы понять какие-то моменты, например, вот в конце, где были эти две команды, красные и синие, мне там очень сложно до сих пор собрать в голове, что как осуществлялся этот их план, хочется понять получше. Безумно интересно посмотреть фильм после такого разбора, я рада, знали вы фанаты, классно, вот, если всё сложится, то как только выйдет этот Бэтмен, может быть, мы с вами встретимся, на просторах, снова здесь, чтобы сделать обзор на фильм Бэтмен. Жаль, что он в кинотеатрах не идёт, надо найти в инете, пишите вы, может быть, в каких-то соседних городках идёт в кино, потому что, конечно, этот фильм смотреть в кино очень круто, там классная музыка, которая очень отличается, опять же, от фильмов Нолана, у него обычно всё такое мелодичное, то, что можно потом переслушивать, а здесь вот прямо такой экшен. всё, ребята, спасибо большое всем, кто посмотрел, буду ждать ваших мнений в комментариях, закрываю эфир, увидимся с вами, со многими, да, сегодня вечером на эфире разборе по нашей мобильной фотографии, давайте, всех обнимаю, пока-пока. Со второго раза финальная битва тоже не прояснилась, точно надо третий раз, ну всё, давайте, увидимся в комментариях, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok